я всех поздравляю с воскресеньем как раньше пели воскресенье день веселья и хорошего вам меня да но все это можно вкладывать разные разные понятия в одни и те же слова понимаете веселье бывают разные да возрадуется душа моя господи а может как тот богач веселись пей гуляй какая разница что будет потом веселье да и радость она бывает разные плоды радости тоже бывают разные да вот будет скоро новый год люди готовятся тратят свою дорогую копейку понимаете да сейчас слава богу есть что купить накрывают столы понимаете а потом через пару часов когда уже все покушают выпьют хорошо уже больше есть не надо все это приходится знаете в основном мусорный ящик вот и все веселье на наше веселье другое мы у нас есть традиция что мы на новый год приходим начинаем храмовой молитвы начинаем трапезу с тела и крови христа и это конечно очень правильно очень значительно понимаете мы начинаем новый год с молебна благодарственного за за прожитый год с мольбы о том чтобы этот год действительно у нас чтобы без греха хранились свою душу свой ум поэтому конечно люди говорят одни слова ну каждый человек вкладывает в это слово свой смысл понимаете и поэтому люди даже самые иногда близкие они друг друга не понимают понимаете потому что вот как раз есть волны есть приемничек да раньше сейчас я не знаю сейчас уже этих приемников уже и нету и там все короткие ультра короткие волны длинные средние знаете вот раз человек один говорит на длинных волнах а второй на короткие и попробует пойми понимаете что человек говорит ты вроде слышишь что-то понимаете а потом оказывается что человек совершенно по-другому тебя понимает и совершенно другой смысл вкладывает в то что тебе кажется вообще понятно от этого бывает очень много неприятностей особенно среди домашних понимаете понимаете особенно среди самых близких людей понимаете когда люди вдруг чего-то начинают обижаться ты не понимаешь чего-то обидно я ничего плохого не сказал даже вот иногда вы знаете даже иногда бывает так что человек слышит даже то что ты не говорил это я уже убеждался человек приходит вы сказали то-то то-то но я знаю что в моем лексиконе в моем как бы сказать понимание таких слов просто нет но мне доказать вы сказали это понимаете что делать соглашаться смиряться или говорит нет я этого не говорил город но я говорю ну как услышали так и так и произошло что же делать виноват простите мы всегда должны просить прощения понимаете что дьявол хочет я подхожу к человеку ты такой всякой понимать ты сам такой начинается понимаете конфликт а если человек скажет батюшка спасибо вам вы всю правду обо мне рассказали я еще хуже чем вы думаете конфликта нет человек получает благодать я получаю урок вот так нам нужно всегда думать мы из одного и той же ситуации можем устроить конфликт грандиозный с войной понимаете на годы когда мы перестаем разговаривать звонить друг другу мы говорим плохое друг у друга и в то же время понимаете что можно все перевести понимаете совершенно на пользу вот поэтому сиротим саровский говорил мы как купцы должны торговать человек увидится одно потому что он жил в одной сфере в одном как бы сказать замкнутом пространстве а все наверное совершенно по-другому и чтобы разобраться правильно в той или иной ситуации нам нужна любовь нам нужен бог мы и вот когда в нас есть это любовь нас есть благодать наше сердце мирное то мы понимаете не будем горячиться кипятиться не будем отстаивать свои права которых никаких у нас прав нет одни обязанности понимаете какие у нас права мы скажем господи слава богу выгнали меня с работы слава богу хорошо что без статьи слава богу заболел я чем-то да другие болеют покруче лежат годами ну ничего страшного понимаете ну что-то свалился кирпич но не убил но немножко сотрясение головы там мозга да ну так это не страшно вот если мы будем иметь добрый помысл понимаете такой человек неуязвим у меня был есть друг такой сейчас я с ним мало вижу я ему и вот так все плохо 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 вообще кругом плохо и он другой и он всегда это переводит на хорошее понимаете и это так дает такую какую-то надежду и дает успокоение то действительно чудо тут понимаете роптать все слава богу руки-ноги работают пока но если перестанут работать так мозг работает можно молиться на кровати бегать не надо никуда ничего делать надо но можно готовиться понимаете можно в любой ситуации найти выход в боге а можно любую ситуацию превратить в тупик и человек будет не знает что ему уже делать понимаете все уже конец конец любви конец доверия конец дружбе всему конец а у нас концов нет у нас только начало мы начинаем жить каждый день заново мы начинаем просить у бога в начале дня чтобы господь сохранил нас от греха мы начинаем день с благодарностью бога да вот если мы все будем давайте договоримся все вставать утром и первыми словами говорить несколько слов гос слава тебе господи показавшему нам свет представляете как день начинается с благодарности за то что мы открыли глаза и мы увидели свет но конечно же такой день будет уже понимаете идти совершенно по-другому а если мы к этому словам еще присовокупим молитвки поменяем своим усопших поменем за здравие своих книжек сделаем поклончик понимаете какая будет сила уже с какой с каким мы уже будем уже запасом духовной энергии так скажем начинать этот день и даже если какие-то будут у нас осечки какие-то ошибки то мы их преодолеем а когда человек встает сейчас очень трудно вставать ко мне в первую очередь все это темно вообще как-то ты не понимаешь что где ты понимаете в какой ты реальности когда у человека все понимаете начинает болеть понимаете ему очень трудно 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 встать перед богом трудно поблагодарить и поэтому все идет кувырком да не будет это сегодня господь нашем евангелии 18 лет было человек согбенный согнутый и он его исцеляет субботу и благочестивые люди которые всегда были и ветхозаветном храме и в новозаветном тоже есть благочестивые очень благочестивые но я бы поставил благочестия в кавычки которые смотрят смотрят которые все понимаете делали правильно которые могут всех научить но сейчас таких меньше раньше это было ужас с одной стороны люди стояли насмерть никто храм не ходил было горстка людей обычно старых но они уже знаете так ревниво относились придет там кто-то в брюках я помню с моей молодости понимаете человек мог больше не прийти но это потому что такой вот ревность но не по-разному придет что-то человек с непокрытой головой что такое человек пришел в храм надо радоваться а они знаете ревнимые такие я не осуждаю мне очень нравились эти все люди старые они умирали давно но когда я пришел как-то меня они не ругали потому что я пришел с длинными волосами с большой бородой там сандалях таких такой понимаете и им это приятно было такой вид им приятно все хорошо даже помню на сапоги мне собирали представляете собирали мне деньги на сапоги а потом я с ребенком на руках пришел не было такое разочарование они думали что я какой-то крутой монах было такое время понимаете но сейчас немножко другое время это так немножко по-другому все звучит но тем не менее звучит понять одно что мы пришли к богу и нам надо не отвлекаться не развлекаться мы пришли чтобы бороться за свое внутреннее состояние мы пошли пришли чтобы участвовать богослужение а не рассматривать всех и не давать кому-то оценки это нам не надо понимать бог будет всех оценит мы что-то видим одним глазом плохо а бог бог знаете всевидящее око на другое она может быть смотрит гораздо гораздо глубже поэтому мы не будем давать оценки у нас вот сейчас очень много конфликтов маленьких вот у нас в сестричестве знаете конфликты потому что по гордыни человек не думает человек не ищет правильного слова он в себе доверяет и вот завтра буду разрешать один конфликт второй конфликт потому что неправильные понимаете потому что они они неправильные по сути своей потому что человек не понял что он служит богу он живет понимаете как-то очень убого очень мелко понимаете мы не должны жить мелко мы не должны мельчить если уже мы пришли к богу вот как отец сафроник то у великого бога надо просить самое великое а что мы просим спасение нашей души вечной жизни а не то что я хочу там прибавку какую-то какую-то квартирку ну что квартирка это временное все понимаете вещь а я хочу чтобы во мне был дух святой я хочу чтобы всех любить чтобы во всех видеть красоту божию я хочу научиться правильно понимать и жить с богом и это очень важно для каждого из нас и тогда тысячи спасутся вокруг себя вот мы говорим педагогика как учить детей как воспитывать а мы все не воспитаны чумазые грешные но бог нас воспитывает как любовь на тебе вот но вот мое тело вот моя кровь прими и ты станешь святой ты же хочешь стать святым не не страшно я пока не готов прими возьми я тебя люблю ты почувствуешь как здорово не брать и отдавать как здорово любить и прощать как здорово действительно жить с мирным сердцем как это здорово а мы начинаем торговаться ага а куда ж я скачновато будет что если я буду все отдавать понимаете не весело мне станет а я хочу брать больше и вот на эти торги идут годы жизни которые в конце концов все равно бога мы не переспорим и не победим понимаете но надо смириться слава богу и за скорбь и за радость поэтому дорогие мои я вас поздравляю с воскресным днем я желаю вам сил и физически потому что некоторые говорят ой ну хорошо болеешь ну и хорошо болеть нет лучше поправиться а лучше вообще не болеть но если уже заболел то как-то как-то не унывать вот физических духовных сил чтобы вы приносили в свои дома после молитвы после богослужения радость чтобы первые слова когда вы идете в дом у вас что там может близкие храм не ходит вы скажете радуйтесь мои други любимые как я вас люблю как я по вам соскучилась понимаете и сразу будет другое настроение вот научиться вы так понимаете себя контролировать и направлять свои слова свои мысли направлять их к богу понимаете созидательно а не разрушительно это наука понимаете и от этой науки зовут зависит будущее нашей планеты будущего всего мира потому что конец света это то время когда кончится любовь когда люди будут уже ненавидеть друг друга и конечно они будут убивать мучить друг друга и смысла в жизни уже будет никакого а сейчас мы все приняв любовь божию в свое сердце свое себя внутрь себя вы постарайтесь эту любовь умножить понимаете постарайтесь ее ею этой любовью поделиться со своими ближними слава тебе боже слава тебе боже слава тебе боже а и и Субтитры создавал DimaTorzok